Давайте поговорим о кино. В Италии стартует венецианский фестиваль «Старейший смотр фильмов». В 73-й раз он проходит в Италии. Его называют поистине битвой титанов из-за обилия именитых режиссеров-ветеранов. Эмир Кустурица, Франсуа Азон от России, Андрей Кончаловский. Гуру, настоящий режиссер, скоро 80, а он все снимает и, кажется, не кажется, полон сил и таланта. Его картина в этом году называется «Рай». У него очень неплохие шансы на победу. Печальная история сейчас о сюжете по сценарию. Печальная история о том, как война меняет жизнь. В качестве промролика используются настоящие хроники тех лет и, конечно, они добавляют драматизма всей картине. Внимание у публики три судьбы. Русская эмигрантка, аристократка, француза-коллаборациониста и немца-высокопоставленного офицера СС. Русскую арестовывают за то, что она прячут от нацистской облавы еврейских детей. Затем немец ухаживает за ней. Но это не спасает женщину от концертационного лагеря. Любопытна истории. Часто передается монологами, исповедями героев, что, конечно, вызывает настоящие отропы в хорошем смысле мурашки по коже. В главной роли у Кончаловского супруга. Конечно, супруга Юлия Высоцкая. Два года назад Кончаловский получил серебряного льва за режиссуру в ленте «Белой ночи» почтальона Алексея Трепицына. И вот теперь, надеемся, у нас в копилке, в копилке эксперт Кончаловского появится новый лев. Возможно, золотой. Кончаловский там свой. Кончаловский там свой.